МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Обвиняемый в мошенничестве лидер регионального отделения «Справедливой России» исчез с радаров. Мечты крупных волгоградских перевозчиков об увеличении пассажиропотока начали сбываться. Для жителей Волгоградской области разработали единые коммунальные платежки в новом формате. В суде готовится вынести приговор водителю автобуса «Москва-Избербаш», сбившему насмерть троих детей. Сегодня в Лавлинском районном суде зачитано обвинительное заключение по делу водителя из Дагестана Магомеда Гасанова, ставшего виновником гибели трех детей на трассе «Волгоград-Москва». С учетом того, что Гасанов полностью признал вину, прокуратура запросила для него максимально возможное по закону наказание. Прошу суд Гасанова Магомеда Георгиевича признать виноват в совершении преступления, предусмотренной частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить его наказание в виде решения свободы на срок 6 лет 11 месяцев с отбыванием из правительной колонии общего режима. С решением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией транспортных средств, на срок 3 года. Какое наказание в конечном итоге получит Гасанов, будет объявлено на следующем судебном заседании. А на 73-м километре трассы «Волгоград-Москва» в Лавлинском районе больше нет того пешеходного перехода, на котором водитель старого автобуса сбил детей. Здесь стоит крест, напоминающий о трагедии. А две сестры 12-5 лет, Юлия и Настя Рубцовой, и 11-летняя Олеся Сухорукова, похоронены на Ильшанском кладбище Волгограда. В Волгограде объявлено о переходе на новый формат единых коммунальных платежек. Документ приведен в соответствии с изменениями в действующем жилищном законодательстве. Абоненты компании концессии теплоснабжения и концессии водоснабжения, которые раньше получали отдельные счета за отопление и горячую воду, теперь будут все оплачивать по одной квитанции. Переход к единой квитанции происходит по многочисленным просьбам жителей, потому что, как показывает практика, жителям гораздо более удобен и понятен формат единой платежки. Раздельные квитанции вызывали много вопросов, как платить, где платить, как происходит начисление. Все проведено в логику. То есть тот ресурс, который используется для содержания общего имущества, он должен быть оплачен в строке содержания общего имущества, а не в качестве коммунальной услуги, потому что сильный ресурс для этих целей. Единые платежные документы, где будут разом фиксироваться все показатели потребления ресурсов и жилищно-коммунальные услуги, жители Волгограда и области получат уже в начале февраля. В федеральный розыск объявлен обвиняемый в мошенничестве бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев. Дело в том, что он избегает общения со следствием и не является в прокуратуру для подписания обвинительного заключения по результатам ознакомления с материалами дела. Уголовное дело еще 4 марта 2013 года возбудил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после того, как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. После неудачной для него выборной кампании осенью прошлого года Михеев потерял статус депутата. Недавно с него взяли подписку о невыезде, но он перестал выходить на связь со следователями. Нет Олега Михеева ни по месту пребывания в Москве, ни по месту прописки в Волгограде. То, что бывший депутат объявлен в федеральный розыск, означает, что сотрудники силовых структур имеют полное право его задержать и принудительно доставить по месту требования органов следствия, суда или прокуратуры. Крупные пассажирские перевозчики довольны тем, как у них идут дела после начала реализации в Волгограде комплексной транспортной схемы. О том, что все хорошо и пассажиров становится больше, руководители предприятия рассказали на совещании в городском комитете транспорта. За прошлый год пассажиропоток увеличился в полтора раза с 9 миллионов до почти 14 миллионов. Сократилась себестоимость перевозки пассажиров. Поэтому у нас на сегодняшний день идет такая положительная тенденция. Что касается МУП «Метроэлектротранс», то предприятие в этом году надеется на поступление 50 новых трамваев в рамках подготовки Волгограда к Чемпионату мира по футболу. Мечты руководителя «Метроэлектротранса» на совещании поддержал председатель городского комитета транспорта, промышленности и связи Дмитрий Веркин. Учитывая, что мы обслуживаем уникальную линию скоростного трамвая, где около 8 километров землей проходит, 6 станций. Вот на эту линию ждем. У вас техзадания проработаны, конкурсную документацию вы готовите. Готовим в ближайшее время. Будем надеяться, что наши мечты станут явью. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин